Добрый день! Меня зовут Корфалина Валерьевна, я врач-педиатр, принимаю в клинике здоровый ребенок. И сегодня мы поговорим об одной очень актуальной проблеме, которая беспокоит очень многих мам. А в частности, как это называется? Правильно, кашель! 90% обращения, наверное, к врачу-педиатру именно с проблемой кашля у детей. Так вот, что же это такое? Кашель – это защитная функция нашей дыхательной системы вводить то, что не нужно. Лишнюю слизь, которая продуцируется, и вообще какие-то чужеродные различные агенты. Поэтому кашель не несет за собой никаких плохих последствий. Кашель нам нужен и важен. Так вот, до 10-15 подкашляни в день – это норма для абсолютно любого здорового человека. И обращать особого внимания не стоит. А если у ребенка кашель усиливается, то, соответственно, мы можем обратиться к педиатру для того, чтобы провести дифференциальный диагноз. То есть понять причину кашля. Потому что кашлевые рецепторы, они находятся очень много где. В первую очередь, они находятся на задней стенке глотки. И чаще всего дети кашляют за счет раздражения задней стенки глотки. Когда у нас красная горлышко, когда у нас вирус внедрился и проник в организм, в заднюю стеночку глотки, он раздражает эти рецепторы. И за счет этого ребеночек начинает подкашливать. Когда стекает слизь по задней стенке из носа, кашель становится таким влажным. И поэтому детки тоже начинают кашлять влажно. И мамы часто в этот момент отмечают, что сначала было такое сухое подкашливание, потом появился влажный кашель. Так вот, чаще всего дети кашляют за счет раздражения как раз-таки кашливых рецепторов на задней стенке глотки. Это не требует какого-то специфического лечения. Необходимо увлажнять и проветривать воздух в комнате, потому что чем жиже секрет, тем жиже слизь, тем спокойнее она отходит и меньше скапливается на задней стенке и раздражает рецепторы. На ночь приподнять головной конец кровати под углом до 45 градусов, чтобы поверхность была ровная, но под уклоном. Таким образом слизь не будет опять же скапливаться на задней стенке глотки, будет меньше раздражать кашлевые рецепторы. Ну и естественно туалет носа. Туалет носа мы проводим с солевыми растворами и чем чаще мы промываем носик, тем меньше соответственно ребеночек будет кашлять. Если у ребеночка кашель соответственно какой-нибудь малопродуктивный, то есть как будто бы кашляет, но не откашлятся и усиливается там ночные часы или с определенной периодичностью в течение дня вы видите усиление кашля, то это требует консультации педиатра для того, чтобы послушать дыхание в легких, есть ли там какие-то хрипы, если хрипы есть, то у нас есть бронхит. Хрипы бывают влажные, есть сухие хрипы и у сухих хрипы характерны для обструктивного бронхита. Когда просвет бронха сужается за счет слизи, которая там скопилась, за счет спазма гладкой мускулатуры, за счет отека бронха, и это требует ингаляционной терапии, тогда вам доктор назначит ингаляции. Если у нас простой бронхит, когда у нас есть просто влажные хрипы, то для детей в принципе достаточно просто делать дренажный массаж, дыхательную гимнастику, а также много пить, увлажнять воздух в помещении. Это тоже будет разжижать наши секреты и тем проще будет ребеночек откашливать слизь. Почему детям до 5, то есть старшего возраста, не рекомендовано использовать муколитические отхаркивающие средства? В связи с тем, что мышцы брюшного пресса у деток раннего возраста развиты недостаточно, и они не могут вывести весь тот объем мокроты, который мы можем искусственно создать. Поэтому, давая детям сиропы от кашля, вы можете увеличить продукцию слизи, и дети не смогут вывести всю ту мокроту, которую мы там можем искусственно создать. Таким образом, мы можем привести наоборот к развитию того же самого обструктивного бронхита и осложнить течение инфекции. И тем более, не стоит давать сиропы от кашля, когда мы в легких ничего не слышим. Когда доктор говорит, что у вас ничего в легких нет, никаких хрипов и ничего нету, то, скорее всего, кашляет ваш ребенок за счет постназального затека, за счет слизи, которая стекает по задней стенке глотки. Поэтому, если резюмировать, то кашель требует диагностики и прослушивания у доктора. Если кашляет ребеночек за счет постназального затека, то надо просто промывать носик, увлажнять и проветривать помещение. Если кашляет за счет бронхита, то нам, если обструкция требуется ингаляции, а если у нас простой бронхит, то он требует тоже, не требует точнее, никакого специфического лечения. Еще один опасный момент, который пугает обычно родителей, когда у ребенка появляется сухой, лающий, надсадный кашель. При этом у ребенка появляется затрудненный вдох, когда он не может вдохнуть так, тяжело вдохнуть. И обычно это происходит на фоне высокой температуры, в ночные и в утренние часы. И так вот это состояние характерно для стеноза гортани. Когда у деток на фоне вирусной инфекции сужается просвет гортани за счет отека подскладочного пространства, и ребенку тяжело вдохнуть. Такое состояние тоже требует ингаляционной терапии противовоспалительным средствам, чтобы снять отек. И как правило это состояние быстро купируется, но обязательно обратиться в этот момент либо к врачу, либо вызвать скорую помощь. Потому что состояние является жизнеугрожающим, требующим немедленное оказание неотложной помощи. Поэтому кашель сложный синдром, но он должен нас наводить на мысль, чтобы надо найти причину. Но ни в коем случае не лечить самостоятельно и не пытаться сильно пугаться и накручивать себя для того, чтобы не использовать дополнительных и ненужных препаратов. Поэтому если ребенок длительно кашляет, если вас кашель смущает, обратитесь к врачу за помощью, доктор разберется и вы будете здоровы.